Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, рекомендуем подписаться на канале. Большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанных автомобилей. Обзоры тест-драйвы, обзоры технические, а также обзоры сравнения. Ну а если вас заинтересовали автомобили в наличии, либо наши вакансии, или вы просто хотите узнать больше о компании, все соответствующие ссылочки будут на экране. Легковой автомобиль с кузовом универсал это отличный выбор для тех, кому нужна от автомобиля практичность, но не нужен, например, высокий клиренс кроссовера. Как правило, на вторичном рынке, если говорить про праворульные автомобили без пробега по России, универсалы это Toyota Corolla Fielder, Honda Fit Shuttle и TD. Но сегодня на обзоре крайне необычная машина, хотя тоже из Японии и с правосторонним расположением рулевого управления. Сегодня поговорим о Volkswagen Golf, седьмое поколение. Седьмое поколение Volkswagen Golf появилось в 2013 году. Автомобиль выпускался до 2021, при этом через рестайлинг модель провели в 2014. Большинству из нас Golf привычен по форм-фактору хэтчбека, но для японского рынка машина также выпускалась и в кузове универсал. Как раз такой вариант сегодня у нас. В Японии эту машину можно было купить с одним из четырех вариантов бензиновых моторов. Младший в линейке 1.2 выдавал 105 лошадиных сил, далее 1.4 на 140 лошадиных сил. Версия Alltrek с увеличенным клиренсом и внедорожной атрибутикой внешне имела 1.8 на 180 лошадей и полный привод. Ну а самая максимальная версия для Японии это версия R со спортивным уклоном. Под капотом таких гольфов стоял двухлитровый турбомотор на 280 лошадей. До сотни такие автомобили разгоняются за пять с небольшим секунд. Все эти автомобили комплектовались на японский рынок сугубо семиступенчатыми роботизированными коробками типа DSG. Ну а привод мог быть как передний, так и полный. Наш сегодняшний экземпляр 2018 года выпуска. Это рестайлинговая машина с мотором 1.4 на 140 лошадиных сил. По России машина не ездила, родной пробег по Японии 75 тысяч километров. В плане габаритных размеров Golf Universal не такой уж маленький автомобиль. Длина кузова этой машины 4 метра 57 сантиметров. Ширина 1 метр 80, а высота 1 метр 48. Колесная база универсала 2,63. Машина довольно маневренная. Радиус разворота здесь составляет всего 5,2 метра. И при этом легкая 1380 килограмм снаряженная масса. Грузоподъемность этого автомобиля, кстати, составляет ни много ни мало 600 килограмм. Что касается толщины окраса кузова этого автомобиля, то в данном случае разброс показаний толщиномера довольно скромный. И лежит в диапазоне от 105 до 135-138 микрон для конкретного экземпляра. Кузов окрашен очень аккуратным и ровным слоем. И вдобавок оцинкован так, что гнить этот автомобиль с большой долей вероятности не будет очень долго. По традиции обзор автомобиля внутри начнем с багажника. И чтобы туда попасть, надо будет проявить смекалку. Дело в том, что на привычном месте вы не обнаружите здесь ручки открывания. Открывается все это дело за эмблему. Каталожный объем багажника у этой машины 605 литров при поднятых спинках заднего сидения и 1620 присложенных. Давайте возьмем рулетку и посмотрим, как обстоят дела в плане линейных размеров. Ширина багажного проема здесь по его средней части 104 сантиметра. Высота от пола до крыши 71. Ширина багажного отделения 99 сантиметров. А длина по полу от сидений до борта 104. В случае, если этого места будет мало и вам надо увезти что-то реально большое, вы складываете заднее сидение. Причем сделать это можно абсолютно не напрягаясь, прямо из багажника. В таком варианте полезная длина по полу возрастает до 176 сантиметров. А если протолкнуть длинный груз между передними сидениями, то максимум, что вы увезете здесь, это где-то 246-250. Что касается удобств и каких-то дополнительных вещей, фишек по багажному отделению. С правой стороны в боковой панели есть 12-ти вольтовая розетка. Справа и слева присутствуют небольшие кармашки, куда можно удобно положить мелочевку. Либо поставить некие емкости, например, бутылку с омывайкой или что-то подобное. Фальшпол в данном случае у нас скрывает запасное колесо в виде докатки. А набор штатного инструмента находится с левой стороны за фальшпанелью кузова. Также стоит отметить наличие в этом багажнике 4-х петель для фиксации груза. И наличие на обеих сторонах багажного отделения крючков, куда можно повесить, например, пакет, чтобы он не катался по всему багажнику. Также помимо основной задней полки у этого автомобиля есть еще и сетка, которая натягивается под потолок. И таким образом отделяет багажник от пассажирского салона. Но в данном случае для наглядности демонстрации мы их убрали. Что касается интерьера 7-го Гольфа. Оказывается, здесь первое, что отмечаешь, это очень удачный профиль кресел. Сидения имеют четко выраженную боковую поддержку. Причем она есть не только на спинке, но и на самой подушке тоже. В нашем варианте отделка сидений тканевая, но при этом комбинированная. Боковушки выполнены из более грубой на ощупь фактурной ткани, а центральная часть подушки и спинки из алькантары. Или очень напоминающего ее материала. С точки зрения посадки в этом автомобиле все в полном порядке. Подобрать удобное положение получилось быстро. Мой рост 1,86 м. Здесь достаточно запаса над головой и не возникает ощущения сдавленности, либо стесненности в плане места по сторонам. Рулевое колесо очень хваткая, имеет кожаную отделку, удобный профиль и скошенную нижнюю часть. Регулируется оно механически, причем в хорошем диапазоне. Как по наклону, так и по вылету тоже. Пора под локоть здесь есть, правда, только с левой стороны. По крайней мере при моей регулировке сидения подлокотником на дверной карте воспользоваться не получится, поскольку локоть находится напротив центральной стойки. Что касается органов управления. Приборная панель на этом автомобиле полностью цифровая. Она крайне информативная, очень симпатично выглядит, быстро работает в плане прорисовки графики. Пидометр и тахометр находятся по краям, а по центру большой дисплей бортового компьютера, на который можно выводить различную информацию, включая карту системы навигации. Непривычен в этом случае лишь наклон самой комбинации приборов. Такое впечатление, что он здесь слегка обратный. Зато эргономика в плане размещения клавиш и их назначение здесь очень хороша. Чем, собственно, концерн ВАГ всегда и отличался. На самом подлокотнике в данном случае четыре кнопки стеклоподъемников. Центральный замок вынесен наверх к ручке открывания двери. И здесь же управление боковыми зеркалами, которые имеют электрорегулировки, подогрев и складывание. Управление всем светом в автомобиле у нас вынесено на поворотный переключатель, как это было на классических Mercedes BMW. Что, кстати говоря, после некоторой привычки очень удобно. Подрулевые переключатели на своих местах переключаются они очень-очень тихо, с приятным усилием, без каких-то дешевых щелчков пластмассы. На самом рулевом колесе два блока клавиш. Правая часть отвечает за бортовой компьютер и пролистывание треков. А левая сторона это все, что имеет отношение к круиз-контролю. Плюс регулировка громкости магнитола. Круиз, кстати говоря, здесь радарный. Вы можете выбирать дистанцию, которую автомобиль будет выдерживать до впереди едущего автомобиля. На центральной консоли основное место занимает огромный дисплей мультимедийной системы. Здесь есть и навигация, которая, правда, в наших условиях без адаптации работать явно не будет. И возможность работать с различными источниками звука. Функция подключения телефона по Bluetooth, которая, кстати говоря, работает. И возможность работы с несколькими источниками звука. Кстати, у этого автомобиля мультимедийная система уже англифицирована. Что выгодно отличает его от чисто японских моделей. На этот же монитор выводится и анимированная картинка работы системы климат-контроля. Очень информативно и наглядно. Скорость вращения вентилятора-отопителя, а также температуру вы регулируете при помощи трех удобных поворотных рукояток. Климат, кстати, здесь двухзонный и полностью автоматический. А направления обдува здесь меняются также при помощи отдельных тактильно различимых клавиш сверху. Рядом с селектором коробки передач располагается клавиша, ответственная за режим работы автомобиля, выключение старт-стопа, а также кнопка запуска остановки двигателя на центральном тоннеле. Стояночный тормоз в данном случае у нас электрический. Плюс реализована функция автоудержания автомобиля рабочим тормозом в пробке. Что избавляет от необходимости постоянно держать нажатый педаль тормоза. Кстати, очень удобно. В плане бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения дела обстоят следующим образом. В центральном боксе у нас есть небольшой такой бардачок практически квадратной формы, плюс небольшая полочка, которую можно оттуда при необходимости вытащить. 12-вольтовая розетка располагается на центральном тоннеле. Под крышечкой есть два подстаканника. И перед селектором коробки передач довольно глубокая полка, куда можно положить мобильный телефон, причем довольно-таки большого размера. Внизу дверной карты располагается карман, передняя часть которого приспособлена под размещение бутылки. Наверху присутствует футляр для очков, либо чего-то еще, причем довольно габаритный. Основной бардачок тоже далеко не самый маленький, плюс вся его поверхность внутри отделана ворсистым материалом. Кстати, здесь же в бардачке размещается и часть мультимедийной системы в виде приемника компакт-дисков и слотов под две карты. Что касается обзорности в этой машине, Первое, что следует отметить, капот полностью не видим, причем при любой регулировке сидения, так что к габаритам автомобиля спереди придется привыкнуть. При этом линия остекления довольно-таки низкая, и ощущения зажатости здесь нет. Боковые зеркала здесь очень маленькие по площади и узкие, но ситуацию спасает два момента. Первое, это наличие искривления на краю зеркала, А второе, конкретный экземпляр оборудован системой BSM, то есть мониторинга слепых зон. Так что с перестроениями на этом гольфе проблем не будет. Но с обзорностью назад здорово выручает камера заднего вида, которая на этой машине, кстати говоря, всегда будет чистая, поскольку прячется за эмблемой на крышке багажника. Что касается места на заднем ряду, здесь с ним наблюдаются очевидные проблемы. С точки зрения запаса по длине. Нечто похожее мы наблюдали на наиболее свежем кузове Toyota Corolla. При отодвинутом под мой рост переднем кресле я, сидя сзади, сам за собой, уже упираюсь коленями в сиденье. Не спасает ситуацию даже наличие здесь выемки, как раз на этот случай. Однако стоит отметить, что задняя часть кресла здесь все же мягкая. Сам задний диван, хоть визуально и профилирован под двух седоков, но имеет достаточно плоскую центральную часть. Так что при желании третий человек сюда втиснется. Но вот ногам этого самого третьего пассажира будет крайне мало места ввиду того, что тоннель на полу у этого автомобиля на самом деле очень высокий. Заднее сидение не регулируется по наклону, но при этом по умолчанию выставлено в достаточно комфортную позицию. Опора под локти здесь присутствует как на дверной карте, где есть очень удобная, расположенная ровно там, где нужна ручка, плюс в спинке сидения присутствует еще и подлокотник с двумя подстаканниками. А за ним, кстати говоря, скрывается еще и лючок. Из удобств для задних пассажиров можно отметить лишь два плафона освещения и собственные дефлекторы вентиляции в центральном тоннеле. Что касается использования этого автомобиля для дальних поездок в качестве заднего пассажира, если здесь будет менее рослый водитель, или ваш собственный рост будет меньше моего, вам здесь будет удобно. Профиль сидения очень удачный. И запас пространства над головой, кстати говоря, тоже не подкачал. Что касается силовой установки конкретно этого автомобиля, с большой долей вероятности именно с такими моторами будет большая часть гольфов на вторичном рынке. Это двигатель объемом 1,4 литра. Его индекс CHPA. Он выдает 140 лошадиных сил и 250 ньютонометров крутящего момента, что очень даже немало. Похожий крутящий момент в начале 2000-х годов выдавали атмосферные двигатели с объемом где-то 2,4-2,6 литра. Так что разгоняется такой гольф очень даже бодро. И при этом отличается скромным топливным аппетитом. По конструктиву CHPA это рядная алюминиевая четверка с двумя верхними распредвалами. Фазовращатели, кстати, стоят и на впуске, и на выпуске. Мотор оборудован турбиной и системой прямого впрыска топлива с ТНВД. Высокофорсированный двигатель, отвечающий эконормам Евро-5, требует 98-го высокооктанового бензина, а также качественного масла и частых интервалов его смены. Желательно не затягивать с этим свыше 5000 км пробега, благо масло сюда заливается чуть меньше 4 литров. Вязкость 5В30. Гидрокомпенсаторы на этом моторе стоят, поэтому заниматься регулировкой клапанов не придется, а вот привод ГРМ в данном случае ременной. Так что помните об этом при выборе поддержанного экземпляра. Что касается характерных проблем для данных турбомоторов, то на двигателях первых лет выпуска встречалась проблема с расходом масла на угар. Впоследствии производитель этот момент выправил. И большая часть таких проблем осталась где-то на рубеже 2013-14 годов. А вот периодически закисающий и подклинивающий актуатор тяги Вестгейта никуда не делся. Так что если у вас вылезла ошибка по наддуву, в первую очередь имеет смысл проверить именно его. При замене свечей на этих моторах нужно быть крайне аккуратным с катушками зажигания. Они здесь довольно хрупкие и при должном усердии нехитрое дело их повредить. Но и самый ключевой момент по данному двигателю, как и многие другие современные моторы ВАГа, этот двигатель имеет комбинированный узел из двух термостатов и помпы, расположенный в одном корпусе. В случае, если с ним что-то произошло, например, вышел из строя один из термостатов, зашумела помпа, либо узел банально потек, менять его придется в сборе. И обойдется это дороже, чем поменять отдельно термостат или отдельно помпу на каком-то другом автомобиле, который это позволяет. Так что если вы смотрите машину с пробегом близким к 100 тысячам, либо чуть превышающим его, не лишний будет поинтересоваться состоянием данного узла. Вообще заявленный ресурс этого малолитражного турбоагрегата порядка 250 тысяч километров пробега. И скорее всего, при нормальном обслуживании, он такой пробег пройдет. Что касается коробки передач, то в паре с ним здесь работает 7-ступенчатая РКПП типа ДСГ. То есть коробка, переключающаяся без разрыва потока мощности, с двумя сухими сцеплениями ДКю-200. Правда, уже в своей последней доработанной версии. Меньше всего проблем эта трансмиссия доставит тем людям, кто часто использует машину для езды по трассе и мало стоит в городских пробках. Для всех остальных общие рекомендации при эксплуатации автомобиля с такой КПП в случае движения в очень затяжной пробке ставьте коробку принудительно в режим первой передачи. И не забывайте хорошо обозначать нажатие на педаль тормоза при остановке, чтобы электроника понимала, что вы стоите на месте. Ползущий режим с еле-еле прижатой педалью тормоза точно не для этой трансмиссии. Таким образом, вы гораздо быстрее убьете сцепление. Зато объем рабочей жидкости в этой коробке достаточно небольшой. В саму КПП заливается всего 2 литра масла и еще литр в мехатроник. Помните об этом, когда будете производить замену рабочей жидкости. При адекватном режиме вождения и своевременном обслуживании ДКю-200 способна будет пройти порядка 240-250 тысяч километров, прежде чем отправиться в ремонт. Помните о том, что чем свежее будет автомобиль, тем меньше детских болячек останется в его коробке. Ну а теперь про дорожный просвет, каталожное значение которого у 7-го Гольфа 140 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти данные действительности. На самом деле он здесь чуть меньше. Низшая точка автомобиля будет располагаться под пластиковой защитой моторного отсека. Расстояние от земли до сюда 130 миллиметров. Задний край переднего бампера находится выше 160 миллиметров. До брызговичка 130. До переднего поддомкратника от асфальта целых 180 миллиметров. Задняя часть автомобиля выше порядка 205 до порога и 170 до брызговика. Ну а самая низкая точка сзади это не бампер, а выхлопная труба. До банки глушителя от земли 210 миллиметров. Парковка к поребрикам в городе вопросов не вызовет. Но если вы будете съезжать на этом автомобиле на бездорожье, лучше все же быть аккуратнее. Вопрос здесь уже не столько в клизнице, сколько в достаточно длинных свесах автомобиля. Что касается ходовой части этого автомобиля, передняя подвеска здесь реализована по классической схеме для автомобилей данного класса. Это подвеска типа Макферсон. Кстати, сколько бы не ругали и не критиковали автомобили концерна ВАГ, но передние шаровые опоры в данном случае у нас меняются отдельно от рычага. Они на болтовом соединении. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь расположен на подрамнике и доступ к нему для замены втулок не сказать, что прям легкий. Рулевая рейка естественно с электроусилителем, что есть большой плюс в плане отсутствия протечек и так далее. Поскольку этот автомобиль приехал к нам из Японии, здесь нет никакой дополнительной защиты. Так что нашему взору здесь открыты как сами агрегаты, стык коробки двигателя и поддона, так собственно и турбина, на которой нет никаких следов масляных запотеваний. Она полностью сухая. Что касается антикоррозийной обработки кузова с завода. Мы видим, что практически весь низ этого автомобиля, включая центральную часть дища, полностью закрыт либо пластиковыми, либо металлическими защитами. Но на открытых участках, там где можно увидеть невооруженным взглядом, автомобиль имеет обработку антикоррозийкой с завода. Это касается как днища и лонжеронов, так собственно и зоны порогов. Причем по всей их длине. На задней части автомобиля мы наблюдаем топливный бак. Его объем здесь 50 литров, что с поправкой на маленький расход топлива, благодаря семиступенчатому роботу и турбомотору, обеспечивает довольно неплохой запас хода на одной заправке. Бак, кстати говоря, пластиковый. Гнить не будет. Из того же материала выполнена и сама заливная горловина. Что касается задней подвески этого универсала, то в данном случае у нас многорычажная схема. Здесь по одному большому продольному рычагу и по три поперечных на каждой стороне. Так что при покупке автомобиля с большим пробегом обращайте внимание на состояние сайлинг-блока в задней подвеске. Их здесь достаточно. Задний стабилизатор поперечной устойчивости, в отличие от переднего, здесь полностью на виду. И проблем с заменой тех же самых втулок тут точно не будет. Продолжая тему антикоррозийки, есть здесь обработано не только днище над задней подвеской, но и тазик багажного отделения. Так что по меркам автомобиля для внутреннего японского рынка обработан снизу этот Volkswagen Golf более чем тщательно. Таким мы увидели сегодня автомобиль Volkswagen Golf вариант 2018 года выпуска. Рестайлинговый с мотором 1.4 с турбиной на 140 лошадиных сил, роботизированной коробкой и передним приводом с пробегом по Японии 75 тысяч километров. Надеемся после просмотра этого обзора у вас появилось общее представление о том, что такое эта машина. Если у вас был или есть такой Golf, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, прописывайте все это в комментариях. Людям, которые задумались о покупке такой машины, ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Ну а если вдруг вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, всю интересующую вас дополнительную информацию, узнавайте по контактному телефону. Он указан в описании под видео, на нем же есть WhatsApp, так что звоните, пишите и задавайте вопросы. Спасибо вам за просмотр, если обзор понравился и был полезен, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До новых встреч, пока!